Уроку. В прошлый раз урока не было, поскольку это было 9 августа, а 9 августа не принято учить Тару. Так что вот один день мы пропустили. Будем надеяться, что интернет-соединение в порядке, и мы потихонечку начнем. Может быть, даже кто-то и появится у нас на горизонте, и мы начнем заниматься. Тема, которую я выбрал для сегодняшнего занятия. Ну вот, видите, опять прервалось и опять соединилось. Итак, еще раз добрый день. И еще раз мы начинаем. Начинаем наш урок. И тема сегодняшнего урока... Вот, появился первый человек, я вас приветствую, второй человек. Значит, тема нашего урока сегодня я выбрал, исходя из того, что на прошлой неделе мы читали главу Вайт-Ханан. Мы читали главу Вайт-Ханан, в эту неделю мы читаем главу Экев. Так вот, в прошлой главе впервые нам встретилась вот эта вот знаменитая фраза «Слушай, Израиль, Шма Исраэль. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един». Ну, всем известно, хоть, если я хоть немножечко как-то прикоснулся к иудаизму, ему известно, что вот эта вот фраза «Шма Исраэль», «Слушай, Израэль» – это основополагающая фраза, такая мантра, которая произносится евреями всегда. То есть, у нас принято вот это «Шма Исраэль» произносить в любых ситуациях. И когда тебе очень хорошо, и когда тебе очень плохо, и даже перед самой смертью, если ты успеешь и сможешь произнести эту фразу, то тебе ее нужно произнести. То есть, считается, что эта фраза, она обладает невероятной силой и очень помогает нашей душе. И есть закон, есть Аллаха, который предписывает каждому еврею дважды в день произносить эту фразу. В первую часть дня, то есть, когда он встает, и в ночное время, когда он ложится. В определенное время, вот в утренние и в вечерние часы нужно произносить «Шма Исраэль». Более того, не только одну эту фразу, но три отрывка. Три отрывка. Три отрывка, причем еще до этих трех отрывков фразы есть еще брахот, два благословения, и после этого тоже есть благословения утром одно, а вечером два благословения. То есть, фраза настолько важная, текст настолько важный, что предписано это произносить дважды в день, причем, обращаю ваше внимание, это не молитва. Молитва у нас, то, что называется «Шма Исраэль», амида. Это предписание, это отдельная заповедь. То, что этот текст включается в утреннюю молитву и вечернюю молитву, ну, это для удобства. Но, в принципе, вот этот текст, это не молитва. Не молитва, это предписание произносить «Шма Исраэль». Ну, и поскольку вот это вот предписание очень важное и заповедь очень важная, мне захотелось с вами поговорить о том, что это такое, почему вдруг выбрано это, каким образом, что, ну, в общем, вокруг этого. Все, что связано с этим, может быть, у вас по дороге появятся какие-то вопросы, то вы мне зададите их. Итак, эта фраза «Шма Исраэль» впервые вторяна в этой главе «Ваэтханан». Я вам точно указываю место это. Это «Ваэтханан», книга «Дворим», глава шестая, стих четвертый. Тут она начинается. И всего лишь до девятого стиха. То есть всего лишь каких-то пять-шесть стихов. Это вот весь первый кусок. Но «Шма Исраэль», опять-таки, повторяю, состоит из трех кусков. Так предписано нашими мудрецами. Так вот, если первый кусок отсюда, «Ваэтханан», следующий кусок будет из следующей главы, вот из этой главы «Экеф». Я точно выписал место. Это «Дворим», глава 11, стих 13. И третий кусок, он вообще из книги «Бамидбар». «Бамидбар», глава «Шлах», глава 15. Глава 15, стих 37. Там в самом конце главы «Шлах» есть вот этот третий отрывочек. Значит, по существу, все это «Шма Исраэль», кроме благословений в начале и в конце, это четыре куска. Первая фраза и три отрывка, идущие друг за другом. Есть всякие объяснения, почему мы это произносим, и главное, что это обозначает. Самое распространенное объяснение, оно связано с личностью Яакова. Поскольку Яаков получил второе свое имя Исраэль, он был Яаков Исраэль, то Медраж относит это к моменту, когда Яаков Исраэль заболел, и когда все сыновья пришли к нему. И отец очень беспокоился о том, что дети, у него 12 сыновей, дети могут не найти контакт друг с другом. Он ведь знал, что у его деда Авраама было всего лишь двое детей, Исхак и Исмаэль, и то им было сложно найти взаимодействие. У его отца было два сына, он, Яаков, и брат Исав, и тоже было сложно как-то примириться друг с другом. А тут целых 12 сыновей. Естественно, у него был повод для волнения. И когда он этот повод высказал им, сыновья вроде бы как ему отвечают, слушай, Исраэль, он Яаков, он Исраэль, Господь Бог наш, Господь единый. То есть нет у нас никаких разногласий, для нас Всевышний один. И что вроде бы как эта фраза говорит о том, что сыновья дали обещание, дали клятву, что они навсегда останутся связанными друг с другом и вот с единым. Вот такой Медраж, который пытается объяснить вот эту фразу. Ну, да, замечательно, очень хорошее объяснение. Но вот мне лично чего-то не хватает, поскольку я понимаю, это связано с сыновьями Яакова и вот с тем моментом, когда отец просит их пообещать. Но, да, мы потомки Яакова и теперь уже непонятно, кто к какому колену принадлежит. И произносить эту фразу сегодня в том же контексте, в каком было произнесено тогда, сыновьями у постели отца больного, ну, я большого смысла не вижу. Видимо, все-таки есть и другие какие-то смыслы, которые определяют эту фразу. Я попытался эти смыслы поискать и поискать вот в этой главе Ваидханан, где впервые этот текст встречается. Известно, что наши мудрецы, вот Шма Исраэль, они называют еще то, что мы берем на себя в этот момент, когда мы произносим Шма Исраэль, мы берем на себя то, что они называют Оль Малхуд Шамай, то есть Хамуд Царства Небесного. Тот, кто произносит вот эту фразу, Шма Исраэль, Ашем Рокин, Ашем Ихад, он добровольно берет на себя обязательства, они говорят, и это называется Хамуд Царства Небесного. Ну, Хамуд, потому что вот он у нас на шее, и он нам не дает уже никуда двигаться, через него происходит управление, как вот ездок управляет лошадью, да, вот при помощи Хамута. И вот эти вожжи у него есть. Вот это называют, наши мудрецы называли Оль Малхуд Шамай, Хамут Царства Небесного. И понятно, что мы его получили у горы Синай. У горы Синай, когда мы произнесли заветное на Севенишма, сделаем и поймем, и тем самым на себя взяли всю ответственность. Что интересно, что в нашей главе Муше, он рассказывает, он пересказывает вот эту ситуацию новому поколению, потому что вся книга дворима, это по существу 36 дней непрерывного диалога, даже, я бы сказал, монолога, монолога, да, непрерывного монолога Муше к новому поколению. Муше им рассказывает все, что было, в том числе вот в этой главе Вейдханан, он им рассказывает о том, что было у горы Синай. И вот, смотрите, как интересно он рассказывает. Я тут открываю, значит, Вейдханан, глава 4 и стих 11. То есть он рассказывает о том, как вот они все приблизились, как мы все, они все приблизились к горе, да. И написано так, и приблизились, имеется в виду мы все к горе, и стали мы у подножья горы, и гора пылает огнем до сердца небес. И дальше написано три слова. Тьма, облака, туман. Хошех, тьма, анан, облака, верафель, туман. И говорил, дальше написано, Всевышний Господь из огня все голосом, все вещи эти нам. Вот он говорил, имеется в виду, десять речений, которые мы там слышали. Ну, не все, но, в общем, он там говорит это. То есть, что меня привлекло в этой фразе? Муше описывает ситуацию. Он описывает ситуацию, как было там. Значит, у горы Синаи мы стояли у подножья. Голос доносился откуда-то из огня. Огонь достигал, видимо, с одной стороны вершины горы, с другой стороны написано сердце небес. То есть, вверх уходил куда-то. А между огнем и инами были вот какие-то три уровня, которые он называет тьма, облако. И туман. Тьма, облако и туман. И в дальнейшем, когда Муше будет подниматься наверх, написано, что он попадет сначала в облако, сначала в туман, а потом в облако, а потом будет тьма, из которой, видимо, он будет слышать голос. Я думаю, что вот эти вот три описанных состояния, это состояние туман, облако и тьма, это состояние человека, когда он стремится приблизиться ко Всевышнему. То есть, Всевышний, он в огне, там наверху, там огонь. И оттуда наносится голос, туда нам не попасть, там мы сгорим. Но вот предыдущие уровни туман, облако и тьма, они вроде бы как нам доступны. И Маше действительно входит вот в эти вот такие состояния. И заметьте, что всего лишь там три состояния, о которых мы говорим внизу, и огонь наверху, всего лишь четыре состояния между Всевышним и нами. Да, повторяю, сверху вниз. Огонь, тьма, облако и туман. Вот эти вот четыре состояния разделяют нас и Всевышнего в тот момент, когда Он обращается к нам, и мы это воспринимаем, как голос, который мы видим там, как известно, и принимаем на себя, как хомут Царства Небесного. Получается, что Шма-Исраэль, хомут Царства Небесного, это и есть приятие того, что происходит вот в эту секунду. В эту секунду. Из уровня огня через уровни тьма, облака, туман в нас. Вот эти четыре уровня для меня и являются четырьмя отрывками Шма-Исраэль. Первая фраза. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един. Это для меня уровень огня. И оттуда звучит голос Всевышнего. И дальше идут вниз три уровня. Тьма – это первый отрывок, облако – это второй отрывок, и туман – это третий отрывок. В принципе, можно на самом деле проанализировать текст каждого из этих отрывков и попытаться понять, чем отличается, допустим, туман от облака, облако от тьмы. Конечно же, эти моменты отличаются. Как правило, мы пребываем большую часть своей жизни в тумане. Бывает, что попадаем в облако и очень редко оказываемся во тьме. Потому что следующий шаг – это уже Всевышний. Тьма – это наиболее близкое расстояние, духовное расстояние до Всевышнего. Поэтому получается так, что Шма-Исраэль – это путь обратно. Это путь от огня через тьму облака в туман. И когда еврей произносит Шма-Исраэль, он по существу чем занимается? Он спускает. Он спускает текст Всевышнего сверху вниз. Из состояния огонь в состояние туман. И поэтому это очень важно, видимо, произносить всегда, когда тебе плохо, хорошо, и даже перед смертью. Перед смертью. То есть, посуществует всякий раз человек, который действует здесь, он пытается притянуть божественную энергию сверху вниз для того, чтобы распространить ее внизу. Так вот, Шма-Исраэль – это один из вот таких заповеданных нам текстов, действие которого заключается в том, что мы вверх притягиваем вниз. Вы же понимаете, насколько это важно. Если действительно через этот текст такое возможно. Но мы верим, что такое возможно, поскольку текст дарован, текст не придуман человеком. Текст дарован Всевышним. И сам Всевышний нам указал на то, чтобы мы таким образом притягивали то, что находится в состоянии огонь, в то, что находится в состоянии туман. Значит, само действие – это притягивание верха вниз через вот эти вот четыре этапа. Что же означает сама фраза? Шма-Исраэль, Ашем-Рокейну Ашем-Иха. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь один. Ну, в случае Медраша мы понимаем и помним, что это было примирение или клятва всех двенадцати сыновей своему отцу. Это в Медраше. А что мы сейчас говорим? Что мы сейчас имеем в виду? И я это тоже попытался найти через нашу главу, не через нашу главу, а через главу Ва-Эт-Ханан, где, собственно, впервые появляется этот текст. В главе Ва-Эт-Ханан очень часто повторяется одна мысль. Я ее даже... Она минимум... Вот я ее выписал три раза. Она повторяется. Мысль, по существу, очень важная. И она связана с первым стихом из Шма-Исраэль. Первый раз она повторяется, вот глава четвертая, стих 35. Там сказано следующее. Глава четвертая, стих 35. Там сказано следующее. Вот. Вот сказано. Когда я говорю Ашем, я имею в виду четырехбуквенное имя. Юд-Гей-Вав-Гей написано. Четыре буквы, которые мы читаем как Адонай. Но когда учимся, говорим Ашем, чтобы в суе не произносить имя. Что милосердный. Юд-Гей-Вав-Гей. Гу-Элоким. Он, Всевышний, под именем Элоким. Что олицетворяет качество судьи. Элоким судья. Юд-Гей-Вав-Гей милосердный. Это мы еще учим из первой главы. Когда мы знаем и видим, что Всевышний под именем Судья, Элоким, создает материальный мир. И когда возникает необходимость создать человека, возникает другое имя. Юд-Гей-Вав-Гей милосердие. Значит, мы знаем, что через то, как появляются имена Всевышнего, проявляется его качество в этом мире. Встречаем мы имя Юд-Гей-Вав-Гей. Мы понимаем, что здесь действует милосердный. Встречаем мы имя Элоким. Мы понимаем, что здесь действует судья. И когда человек читает Тару, он должен внимательно-внимательно всматриваться в текст и понимать, кто это говорит. Какое имя здесь сейчас присутствует. Так вот, здесь сказана очень интересная вещь. Что мы видим и знаем, что милосердный он судья. Вот эта мысль. И эта мысль повторяется в этой главе несколько раз. Тут же, тут же написано. Это вот глава 4 и стих 39. «И будешь знать сегодня, и положишь это на твое сердце, что милосердный он судья на небе сверху и на земле снизу. Нет другого». И еще раз в самом конце главы это сказано. Сказано вот в главе 7, глава 7, пасук 9. «И будешь знать ты, что милосердный Господь твой, милосердный судья твой, он судья». Милосердный Господь твой, он судья. О чем настойчиво нам пытается передать вот этот текст, передать какую информацию? «Милосердный он судья». Вот когда написано «милосердный он судья», вдумайтесь, вот когда вот эти два имени стоят рядом. Кто кого отменяет? Мы знаем, что милосердный судья – это разные качества. Милосердный – это милосердие, это преодоление закона, а судья – это строгое исполнение закона. Это два очень разных качества. Конечно, нам лучше, чтобы к нам относился, и мы относились к милосердному. Но и судья нужен, потому что если судья не будет судить, то избавиться от грехов нельзя будет никогда. И они нас просто погубят. Но когда встречается вот такое соединение «милосердный он судья», какое качество превалирует? Что доминирует? Либо милосердный перестал быть милосердным и стал судьей – это первый вариант. Либо милосердный преодолел судью. То есть судья превратился в милосердного. Кто кого выталкивает, вытесняет? Милосердный он судья. Вот когда эти два имени рядом стоят. И непонятно. И непонятно, потому что есть варианты. Может быть так, а может быть и по-другому. Так вот, чтобы преодолеть это сомнение, как раз и дана нам фраза, и дан нам стих «Слушай, Израиль». Вот если внимательно всмотреться в то, что здесь написано. Здесь написано так. «Слушай, Израиль, милосердный судья наш». Непонятно. Кто главнее, милосердный или судья наш? Судья наш становится милосердным или милосердный становится судьем нашим. И чтобы сделать правильный, поставить правильный акцент или растолковать то, что хочет сказать нам Тара, написано «Милосердный один». Получается, что все-таки милосердный один. Милосердный судья наш, милосердный один. И эта фраза утверждает очень интересную вещь. Что есть только милосердный. Есть только милосердный. Он один. Он один. Но мы же помним, что мир сотворен судьей. Судья сотворил мир, весь материальный мир, сотворен судьей. А уже когда возникает необходимость сотворить человека, возникает дополнительное качество, проявляется это милосердие. Почему же мы здесь утверждаем, что милосердный он один? Давайте вспомним, что Шма-Исраэль, по нашему первому рассуждению, это самый высокий уровень, уровень огня. Уровень, из которого звучит слово Всевышнего. Оттуда мы приносим эту фразу вниз. Эту энергию, этот свет вниз. Так вот, мы говорим или утверждаем этой фразой, что источник огонь и то, что оттуда выходит, обладает только качеством милосердия. Не возникает там качество судьи. Оттуда изливается к нам качество милосердия. Потом, когда оно будет приходить вниз через эти уровни и достигнет уровня, допустим, тумана, мы вдруг ощутим на себе судью. Так вот, мы должны, по крайней мере, понимать. Знаете, когда человеку плохо, а судья – это всегда тот, кто судит. И когда нас судят, ну, неприятно, понимаете, потому что суд всегда подразумевает наказание. И наказание может быть различным. И когда нас наказывают, то, естественно, мы испытываем, наказывается это физическая наша составляющая, мы испытываем определенный дискомфорт. И поэтому мы воспринимаем это как нечто отрицательное. Поэтому судья у нас всегда связан, ну, не как положительная коннотация. Мы понимаем умом, что да, конечно же, суд должен быть. Но всегда просим, чтобы он был к нам милостлив, да, милосердия просим. Мы не очень хотим суда, суд болезнен. И поэтому коннотация судьи всегда отрицательная. И очень сложно понять, что в этом и есть милосердие. То, что Всевышний проявляется в нас вот сейчас, внизу, в тумане, как судья, как качество суди, что это и есть его милосердие. Вот это очень сложно понять. Но именно это и утверждает стих «Слушай, Израиль». «Слушай, Израиль, милосердный судья, он только милосердный». Вот об этом дважды в день возвещаем мы. То есть, когда мы принимаем на себя хомут Царства Небесного, мы тем самым говорим, что это огромное благо. Это огромный плюс. И мы читаем «Я даю тебе заповеди, для того, чтобы ты их исполнял, чтобы жить». То есть, сам факт вот этого вот хомута, который берем мы, заповеди, которые мы берем на себя, это и есть непосредственный способ жить, выживать, или жить даже хорошо, чтобы улучшить твою жизнь, как написано. «Гейти ватхаим» – улучшить. И вот это вот «Шма, Израиль» – это громкое, абсолютно громкое утверждение, которое мы делаем дважды в день, что все проявления Всевышнего в этом мире, они только идут по линии милосердия. А то, что в какой-то момент мы вдруг испытываем другие эмоции, то это опять-таки связано с милосердием Всевышнего, потому что Он пытается таким образом вступить с нами в диалог, воздействовать на нас, ждет ответную реакцию с тем, чтобы мы каким-то образом отреагировали. И поэтому в иудаизме всякое событие, и плохое, и хорошее, оно имеет благословение. И когда мы слушаем плохую весть, мы ведь говорим «барух дая на имет», то есть «благословен судья истинный», то есть все, что происходит, это истина, это правда, и это на самом-то деле знак милосердия. Таким образом, повторяю, что Шма-Исраэль и все отрывки, то есть первая фраза и три отрывка, это те самые четыре уровня от огня, тьмы, облака и тумана, по которым Божественная Весть спускается сверху вниз и принимается теми, кто стоит у подошвы горы. И когда мы говорим «Шма-Исраэль», мы как раз этот спуск, этот спуск и производим, то есть это притягивание из верхних миров духовной энергии, это первое, и второе, мы утверждаем, что энергия эта духовная, оно сплошное милосердие, источником его является милосердный ют-гей-ва-гей. Вот две вести, такая информация из двух вестей, она и для меня, по крайней мере, и содержится вот в этом вот, вот в этих кусочках Шма-Исраэль, которые мы обязаны читать утром и вечером, поскольку такова заповедь. Даже если я этого ничего не понимаю, я обязан это читать. Такова заповедь. Но теперь, поскольку я немножечко понимаю, я это буду делать более сознательно. Я притягиваю энергию из верхнего уровня в нижний, и я всем сообщаю, что эта энергия только благо, только милосердие, потому что источник ее абсолютно милосерден. Вот я об этом хотел рассказать. Если я сейчас посмотрю, если есть какие-то вопросы ко мне по этому поводу, то я с удовольствием отвечу вам. Значит, здравствуйте, здравствуйте. Шалом, шалом, шалом. Всем здравствуйте, добрый день. Видно, слышно хорошо. Шалом, алейхим, шалом, алейхим, да. Так, добрый день, добрый день, всем добрый день, друзья. Всем желаю радости, сердца, здоровья и материально. Да. Суды из-за нас, да, вот хорошо. Большое спасибо. Все, значит, видимо, все понятно, потому что вопросов нет. Так, есть только вот присутствие. Я всем желаю хорошей субботы, здоровья и хорошей субботы. Да, есть вопрос, да. Когда говорят, есть одна плохая, а вторая хорошая. С какой начинать? Вот видите, вот моя жена задала мне вопрос. Есть две новости, как говорят, знаете, есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начинать? На самом деле это уровень шутки, потому что и та, и другая новость, она хорошая. Мы же уже сказали, что нет плохих новостей. Просто иногда мы в силу своей некомпетентности их разделяем на хорошее и плохое. На самом деле нет плохих новостей. Просто понять, что хорошего в плохой для нас новости, вот это вот есть мудрость человеческая. Если вы способны увидеть, в чем же плюс вот этого минуса, тогда это замечательно. А так, начинайте с кого вы хотите, потому что они обе хорошие, обе новости хорошие. Можете сказать, что есть огонь, облако, тьма и туман. Ну, я могу это вот очень на общем уровне рассказать. То есть, для нас наиболее приемлемое состояние – состояние тумана. Когда мы видим и ощущаем, мы все видим, мы все ощущаем, но все это размыто. Мы не видим четких и ясных границ. И главное, что мы не видим границ всего этого, не видим, когда туман кончается. Мы можем ходить в тумане, мы можем общаться в тумане, но нет четкости. Четкости мы не видим, не знаем. Мы иногда путаемся, иногда сомневаемся. Вот это вот состояние тумана – это, как правило, самое распространенное состояние жизни человека в этом мире. Состояние тумана. Потом вдруг мы начинаем ощущать, что туман сгущается. Туман становится все гуще и гуще. И в какой-то момент мы понимаем, что мы практически ничего не видим. Мы видим, что светло. В облаке светло. Знаете, как самолет в облако попал? Там светло. Но мы ничего четко не видим. Но мы уже понимаем, что вот это ограничение имеет границы. Еще секунда, и оно закончится. И мы выйдем из этого пространства. То есть наше незнание сгущается, свет остается, но знания становятся все меньше и меньше. И в какой-то момент, когда нам кажется, вот сейчас мы преодолеем это облако и выйдем в пространство и света, и видимости, вдруг мы оказываемся в абсолютной тьме. Мы теряем все. Это девятая казнь. Помните, девятая казнь, когда Египет замер. Они даже шевелиться не могли. Полная тьма. Полное незнание. Казалось бы, полный низ, полное дно. И это самое близкое состояние ко Всевышнему. Вот это парадокс. Ближе нельзя. И если мы это состояние каким-то образом для себя освоим, усвоим, мы услышим звучащий голос. Дальше мы не можем идти. Дальше огонь. Дальше гибель. Дальше только после того, как преодолеем нашу материальную жизнь, мы выйдем туда в пространство, где ближе к огню. А из тьмы мы не можем выйти. Но во тьме мы можем услышать четко и ясно звучащий голос. Чего очень сложно сделать и в облаке, и в тумане. То есть облако и туман – это определенная иллюзия. Потихоньку мы эту иллюзию избываем от себя. Попадаем в область абсолютной тьмы, где уже нет иллюзии и вообще ничего нет. Но мы начинаем слышать голос. Это приближенное состояние ко Всевышнему. Потом, видимо, придется возвращаться обратно. Но уже с неким знанием, то, что произошло с Муше, вот он в этой тьме 40 дней воспринимал то, что ему говорил Всевышний. Так я это понимаю. Вот пока все. Ладно. Всего хорошего. Шаббат шалом. Ну и до следующих встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok